Ее называли кремлевской принцессой, а еще девушкой не советского поведения. Она не захотела вступать в комсомол, за что ее отцу пришлось краснеть. Она мечтала связать свою жизнь с актерской стезей, но по настоянию отца поступила на филологический факультет, хотя никакой карьеры так и не построила. Ее первая в жизни работа – костюмер в цирке. Галина Брежнева любила шампанское, бриллианты и мужчин. Она трижды выходила замуж, причем ее избранники были не из числа политической элиты или звездной богемы. Они были самыми обычными людьми, но каждый раз под венец она шла по большой любви. Что же погубило Галину Брежневу – ошибки молодости, любовная трагедия или одиночество? Галина отличалась троптивым характером. Она всячески пыталась избежать родительского надзора, потому что компрометировала их. Одни ее браки чего стоили. Первый муж был почти в два раза старше нее. Женат, имел двоих детей, но это Галину не остановило. Второй муж, наоборот, в два раза младше, и это был самый короткий брак в ее биографии – 10 дней. Третьего мужа интересовала только карьера, которую он себе успешно построил благодаря супруге. Ни любви, ни взаимопонимания в их семейном союзе не было, хотя вместе они прожили довольно долго. Но роман с цыганом дал трещину в их браке. Галина Брежнева появилась на свет в Екатеринбурге в 1929 году, где на тот момент проживали родители. Отец Леонид Брежнев, родившийся в Каменском, позже переименованном Днепродзержинск в городе Днепропетровской области, и при рождении дочери был на должности заместителя председателя райисполкома. Это позже он активно занялся государственной деятельностью и дорос до генерального секретаря. Мать Виктория Петровна в девичестве Денисова, родившаяся в Белгороде, до рождения дочери работала акушеркой в больнице. Но когда родилась Галина, она оставила работу и полностью посвятила себя семье. Из-за характерной внешности происхождения Виктории Петровны связывали с еврейскими корнями. Она всегда это отрицала и заверяла, что имеет польские корни. Когда Гале было 4 года, у нее появился брат Юрий, впоследствии сделавший успешную карьеру. Он работал управляющим трубного завода в Днепропетровске, затем торговым представителем СССР в Швеции, а потом заместителем министра внешней торговли и депутатом Верховного совета РСФСР 10-го созыва. Но вернемся к нашей героине Галине Брежневой. В школьные годы она не блистала, училась очень посредственно, отличалась эксцентричностью и очень мечтала стать актрисой. Она видела себя на сцене, под софитами, окруженной поклонниками и купающейся в аплодисментах. Но когда дома озвучила свою мечту, родителям это не понравилось. Поэтому по настоянию отца она отнесла документы на филологический факультет пединститута, а позже перевелась в Кишинев, куда в то время направили отца по долгу службы. Но доучиться там не смогла. Сбежала с первым мужем, циркачом. Как-то студенткой она пришла в цирк, увидела и влюбилась в Евгения Милаева. Он был вдвое старше и не свободен, имел двоих детей. Но разве это могло остановить Галину? На два года взбалмошная дочь Брежнева пропала из поля зрения отца. Колесила с мужем и цирковой труппой по стране. Работала костюмершей. Так она была хоть чуточку ближе к искусству, раз уж ей самой не удалось стать актрисой. За эти два года она родила дочь Викторию, воспитанием которой потом полностью займется бабушка Виктория Петровна. Леонид Брежнев на самом деле был не против этого брака. А зять успел за это время сделать хорошую карьеру. От эквилибриста до директора московского цирка. Но их семейный союз после 10 лет совместного проживания, вереницы ссор, обид и измен логичным образом привел к разводу. Миляев увлекся молодой артисткой цирка, да и Галина не отличалась верной хранительницей домашнего очинга. Итак, Галина закрутила роман с юношей, которому едва исполнилось 18, Игорем Кио. И опять с циркачем, иллюзионистом. И опять сбежала с ним на этот раз в Сочи, где в скорости заключила брак. Ей тогда было 34. Леонид Брежнев узнал об этом, разыскал блудную дочь, у пары изъяли паспорта и брак аннулировали. Кио вернули паспорт уже без отметки о женитьбе с дочерью генсека. Но развод не помешал им еще целых три года тайно встречаться. За это время любовные страсти поугасли, и их роман сошел на нет. Примечательно то, что Игорь невысокого роста самыми обычными чертами лица, каким-то волшебным, словно магическим образом умел влюблять в себя женщин. Причем необыкаких. Например, его звала к себе Алла Пугачева. Но это уже другая история. Галине Брежневой было уже 43. Она довольно долго была одна, и вдруг на богемной вечеринке в доме архитекторов она познакомилась с майором внутренних дел Юрием Чурбановым. Симпатичный, статный молодой человек произвел впечатление на Галину. И на этот раз избранник оказался младше, но только на 9 лет, и снова не свободен. Их роман развивался стремительно. Леонид Ильич одобрил кандидатуру будущего зятя и даже настоял на создании семьи. И Галина тогда решилась на третий брак. Юрий развелся с женой, сделал предложение дочери генсека, и они поженились. После женитьбы карьера зятя Брежнева резко пошла в гору. В короткий срок он дослужился до генерал-полковника внутренних дел. Их брак продлился 20 лет. Но уже в первые годы жизни Галина поняла, что муж выбрал ее по расчету. Юрия жена совсем не интересовала. Ему было все равно, где она и с кем. Неинтересны были ее увлечения, чем она жила и чем дышала. Галина же не раз говорила, что фамилия мужа Чурбанов полностью соответствует его внутреннему существу. Галина Брежнева была натурой влюбчивой, яркой, харизматичной, словно ураган. Имела неимоверную тягу к жизни. А таким говорят, что должна умереть молодой. Она крутила романы с журналистами Олегом Широковым и Александром Авдеенко. Также был в ее жизни пятилетний любовный роман с Марисом Лиепой, известным на весь мир латвийским артистом-балетом. Галина любила его выступления, а когда приходила, то на ее месте неизменно лежал роскошный букет цветов. Марис был несвободен. Все обещал Галине оставить жену. Но проходили годы, он этого не делал, а дочь Генсека помогала ему в карьере. Потом кремлевская принцесса поняла, что она его никогда не дождется. Поэтому и оставила. Также была еще одна нашумевшая любовная история с цыганом, солистом группы «Ромэн» Борисом Буряци. Галина тогда была замужем за Чурбановым, но иногда гастролировала вместе с любовником. Галина помогла ему стать солистом Большого театра. А потом была довольно неприятная история с бриллиантами, которые исчезли из квартиры артистки Ирины Бугримовой. И хотя причастность Буряци не была доказана, но он все-таки угодил в тюрьму на целых пять лет за спекуляцией. Бриллиантовую историю связывали с именем кремлевской принцессы. Но негласно. Доказательств не было. Но главные испытания в жизни настигли Галину Леонидовну чуть позже, после смерти отца. Она фактически оказалась под домашним арестом на подмосковной даче. В отчаянии, в депрессии женщина все чаще стала прикладываться к бутылке. В то время она еще оставалась женой Чурбанова, которого обвинили в коррупции и приговорили к 12 годам лишения свободы. Галина подала на развод и начала еще больше пить. В ее доме, где она жила, собирались друзья и подруги, иногда даже люди с улицы. Пропали все драгоценности. А через время она лишилась и дома, и дачи. Тогда все ее друзья словно испарились, и она осталась совершенно одна. В 1998 году Галина Брежнева ушла из жизни от инсульта в психиатрической больнице, где проходило лечение. Туда ее определила дочь Виктория. По ее словам, мать пила так много, что могла закончить жизнь где-нибудь под забором. И иного пути просто не было, как определить ее именно в психиатрическую больницу. Вот так сложился жизненный путь кремлевской принцессы. Она не построила выдающейся карьеры, хотя вполне могла бы. В ее руках ведь было все. Возможности, связи, деньги, но не захотела. Потому как главное место в ее жизни всегда занимала любовь.